В Казани прошел финал конкурса инновационных проектов Татарстана. Под эгидой КФУ пройдет конференция по сердечно-сосудистым заболеваниям. В городе сохранится теплая погода. В Казани прошел финал 15-го регионального конкурса для инновационных проектов Республики Татарстан. Подробности смотрите в следующем сюжете. 17 декабря в Казани состоялся финал ежегодного регионального конкурса для инновационных проектов Республики Татарстан. Более 170 заявителей из 2000 участников получили премии и средства на развитие проекта. Конкурс состоялся в 15-й раз, а организаторами традиционно выступили инвестиционно-венчурный фонд Академии наук и Министерство образования и науки Республики Татарстан. Также участие в церемонии принял президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Эти 15 лет это были хорошие школы и на самом деле вот и команда она у нас сформировалась и партнеры наши. Все федеральные возможности, которые есть, они реализуются у нас. Без этой поддержки, наверное, было бы сложно. И во-вторых, мы республики инновационные, мы республика, которая ставит перед собой серьезные задачи и, конечно же, тот образовательный научный потенциал республики и промышленный потенциал, он должен работать во благо вот тех задач и целей, которые мы ставим. Рустам Мениханов наградил победителей в номинации «Перспектива», среди которых была ученица IT-лицея Казанского федерального университета Миссарова Альбина. Мы разрабатываем мобильное приложение как помощь для властителей города Казани в поиске парковочных мест во дворах или на парковках торговых центров, там, где нет специального счетчика. Мы сейчас занимаемся разработкой и развиваемся не только в одном направлении, но пытаемся найти несколько разных решений, чтобы посмотреть, какой из них окажется наиболее эффективным. В рамках республиканского конкурса прошло расширенное заседание попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, в котором принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Эльвира Зорина, Ленарда Влетьяров, Универ-Ньюс. Под эгидой КФУ в Казани пройдет конференция «Актуальные вопросы лечения сердечно-сосудистых заболеваний». Она призвана повысить уровень практикующих врачей в данной области. Подробности далее в сюжете. 20 декабря в 10.00 в Гранд-отеле «Казань» состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы лечения сердечно-сосудистых заболеваний». Мероприятие будет проходить под эгидой Казанского федерального университета и университетской клиники КФУ. Мероприятие, которое мы планируем 20 декабря, в текущую пятницу будет состоить из двух блоков. Первый блок – пленарное заседание, на котором выступят ведущие кардиологи нашей страны. Профессор Альбет Сарварч Галявич, профессор Кабалава, профессор Агеев и профессор Ежов. Все врачи, все слушатели этого мероприятия получат самую современную информацию, самую точную информацию из первых уст ведущих кардиологов России. Специалисты обсудят результаты клинических исследований лекарственных препаратов с позиции доказательной медицины. Внедрение в клиническую практику подходов к диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Лекторы изложат современные методики ведения больных с острым коронарным синдромом, сердечной недостаточностью и сахарным диабетом. Представительства очень у нас авторитетные, потому что те специалисты, которые будут докладывать на пленарном заседании, это все-таки врачи-кардиологи мирового уровня и мирового масштаба, известные не только в нашей стране, но и за границей. Мероприятие запланировано в формате непрерывного медицинского образования врачей. Планируется рассмотреть сложные клинические случаи, что позволит врачам обсудить и высказать свою точку зрения в вопросах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смертности номер один в нашей стране. И инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертония, инсульт – это наиболее важное заболевание и наиболее важная причина смерти. Наша задача стоит уменьшить сердечно-сосудистую смертность. Мы должны бороться и с артериальной гипертонией, и с инфарктами миокарда, и с хронической сердечной недостаточностью. Собственно говоря, вот это самое важное для нас. Напомним, ранее мы сообщали, что в отделении функциональной диагностики университетской клиники КФУ с этого года применяется 12-канальное холтеровское мониторирование. Оно позволяет непрерывно фиксировать электрокардиограмму пациента на протяжении 24 и более часов на специальный регистрирующий аппарат, чтобы определить и контролировать правильность и эффективность лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Камиль Гемоздинов, Леонардо Валитяров, Универньюз. До Нового года осталось совсем немного времени, и в предновогодних хлопотах оно пролетит очень быстро. Несмотря на праздник, не стоит забывать о собственном здоровье. О том, как подготовить организм к предстоящему мероприятию, расскажем в нашем сюжете. Предновогодняя суета все активнее захватывает города. Сколько надо успеть? Подобрать наряд, продумать меню на праздничный стол. Нарядить елку. В общем, создать себе новогоднее настроение. Предновогодняя суматоха может отрицательно сказаться на общем самочувствии человека, так и на качестве сна в частности. Как же подготовить организм к предстоящему мероприятию, рассказала руководитель лаборатории сна, врач-сомнолог университетской клиники КФУ Лилия Шаги Ахметова. Купить продукты, которые возможны, это длительное хранение, к новогоднему столу, чтобы потом непосредственно перед Новым годом снять какую-то часть беготни. Подарки тоже мы можем закупить заранее, когда в магазинах еще не так много народу и больше выбор, не нет такого ажиотажа. Заранее, если все продумать, расписать по дням, то к этому дню можно уменьшить ту нагрузку, которая все равно будет в эти предпраздничные дни. Также в преддверии Нового года многие женщины начинают стремительно худеть, что приводит к стрессу, а в итоге к нарушению сна. Перед Новым годом, неделю или несколько последних дней, женщины голодают, совсем ничего не едят, либо уменьшают количество пищи, на овощи какие-то переходят, на легкое что-то. Потом в новогоднюю ночь на организм огромная нагрузка, и салаты, и жирные, и жареные, и все это одновременно, и все это ночью. Поэтому тут стресс для организма, стресс для печени, то есть ничего хорошего из этого не будет. Каждому человеку необходим качественный, полноценный и достаточный сон. Диагностикой и лечением нарушений сна занимается врач-сомнолог. Восстановить нормальный сон и разобраться в причинах его нарушений помогает в лаборатории сна университетской клиники Казанского федерального университета. Подробности можно узнать по телефону 233-30-22. Лилия Талипова, Ленардо Валитьяров, Универньюс. В Казани продолжает сохраняться теплая для декабря погода. Что стало причиной аномальной зимы, объяснил метеоролог Юрий Переведенцев. Смотрите в следующем сюжете. Профессор Юрий Переведенцев рассказал о прогнозе погоды на ближайшие дни. В этом году первый месяц зимы очень теплый. Согласно данным гидрометцентра, температура воздуха будет 0 градусов. По народным сказаниям, 19 декабря считается днем Никольских морозов. Но столбик термометра поднимется до плюс 2, а это значит, что Никольских морозов не будет. Есть такое понятие Никольские морозы. И в этот день по статистике, по нашей многолетней статистике, в 75% случаев температура должна меняться от минус 20 до минус 30 градусов. А завтра мы получим плюс 2, плюс 3 градуса. Ну, в отдельных случаях, куда мы опускаемся, до климатической нормы. Сейчас средний случай температуры должна быть минус 9 градусов. Огромная температурная аномалия, которая составляет 9-10 градусов, обусловлена теплым воздухом с Атлантики. В этом году преобладали воздушные потоки Запада, которые в летний период понижали температуру воздуха, а в осенне-зимний повышали. То есть, все это объясняется тем, что на нас сильно действует Атлантический океан. Он приносит теплые воздушные массы. Они распространяются, по сути дела, по всей территории России и даже за Уральский хребет в Сибирь уходят и так далее. И поэтому декабрь оказался у нас очень теплым. То есть, основа всего здесь циркуляция, атмосфера. Воздушные массы приходят с запада. Если бы они приходили с севера, с Арктики, было бы у нас холодно. Если бы они приходили с востока, если бы там был в Сибири сибирский антисклон, а его в помине нет, у нас тоже было бы прохладно. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом у нас все. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!